Крыши, фасады, подвалы, инженерные сети. Больше 6000 брянских многоэтажек попали по долгосрочную программу капитального ремонта. Рассчитана она на 30 лет и поделена на 6 пятилеток. Первая началась в 2014. На сегодняшний день по плану 2015 года у нас в работе еще порядка 150 домов. Более 300, 317 у нас уже официально сданы в эксплуатацию. По ним сняты все вопросы. Из этих оставшихся 160, большая часть уже завершающей стадии работы. В последней зоне, в последней части домов, которым сейчас приковано общее внимание, где-то насчитывает порядка 50 домов. По ним сейчас очень плотно работаем вместе с департаментом, вместе с правительством. Ремонты финансируются из бюджета и так называемого общего котла. Минимальный взнос на капитальный ремонт, а это 5,5 рублей, в Брянской области самый низкий по ЦФО. Своих функций он уже не выполняет, а потому в 2017-м заметно вырастет. К 2020-му должна закончиться и программа по реконструкции и модернизации котельных. Приоритет номер один – уход от убыточных, дающих чрезмерное тепло и постоянно выходящих из строя одноконтурных котельных. Еще недавно их насчитывалось 64, сейчас 42. Оборудование и котельные на сегодняшний день, которые находятся в Коммунэнергоуправлении, им по 50, по 40 лет. Есть своя проблема. Запускались они в те времена, когда энергоресурсы стоили копейки, никто их не считал. Есть чисто технические вопросы, которые мы должны решать и будем решать. И перевод котельных, и оптимизация их, естественно, как можно меньше затрат, реконструкция на дальнейшее, строительство новых, переход. До июра деньги на это в Брянскомунэнерго есть. Правда, лежат они в чужих карманах. По состоянию на 1 октября управляющие компании недоплатили за тепло 650 миллионов рублей. При этом личные обязательства предприятие выполнило, что удивительно, без помощи со стороны. По требованиям Ростехнадзора 5% от общей протяженности сетей должно было быть замену. Поэтому в Брянской области впервые за последние годы общий объем замены сетей составлял 54 километра. Из них 42 километра приходилось на долю самого крупнейшего нашего поставщика тепла. Это ГУП Брянскомунэнерго. До конца октября должны закончиться ремонты теплотрасс, а до конца года капитальные работы в многоэтажках. Ущерб, нанесенный из-за несоблюдения сроков и технологий, так или иначе оплатят недобросовестные подрядчики. 9 исков на общую сумму около 10 миллионов рублей уже поданы в арбитраж. Светлана Маркелова, Владимир Шлободов. События. Брянск.